Всероссийская акция в поддержку чтения под названием «Библионочь» стартовала в этом году и в городе Сланцы. Подробнее об этом расскажет директор Сланцевской центральной городской библиотеки. Добрый день, я рада приветствовать всех сланцевчан. Сегодня мы в таком волнительном ожидании посетителей библиотеки в совсем необычное время, во время, когда она обычно закрывается. И сегодня, 19 апреля, Сланцевская городская библиотека, все ее филиалы и центральная библиотека присоединились к общероссийской акции, которая называется «Библионочь-2013». В России эта акция началась в прошлом году, но в прошлом году мы затаились и присматривались к другим библиотекам, а в этом году решили не отставать. Что такое «Библионочь»? Это такая рекламная акция библиотеки, которая позволит нашим читателям и не читателям, жителям нашего города открыть для себя библиотеку в совершенно необычном ракурсе, в совершенно необычном виде, форме и стиле. Резонный вопрос, наверное, который возникает в сознании любого горожанина. А зачем? А почему? Нельзя ли в обычное время? Во-первых, в обычное время не все успевают посетить библиотеку по причине своей занятости на работе. А во-вторых, библиотека, исландская в том числе, с некоторых пор позиционирует себя как так называемое третье место. Что это такое? У каждого человека есть два места, которые с ним рядом всегда. Первое – это его дом, второе – это его работа. И библиотека претендует на такое третье место, где любому жителю города, независимо от его возраста, от его пристрастия, от его увлечений, было бы интересно, комфортно и полезно проводить свое время. И сегодня, 19 апреля, мы такой момент в библиотеке третьего места хотим продемонстрировать. Сегодня здесь можно заняться будет, ну, не хочу сказать чем угодно, но чем ваша душа пожелает, вот мы постарались все это предусмотреть. Можно будет попеть песни под гитару или послушать других, как это делают молодые и взрослые наши жители города. Можно будет посетить библиотеку такой, увидеть ее, какой она была в 20-30-х годах прошлого века. Мы постарались восстановить, реконструировали избу-читальню. И благодарим Анатолия Кичева, который любезно согласился быть таким гидом, таким собеседником в этой избе-читальне, восстановленной сегодня в нашей библиотеке. Вспомнили мы о том, что когда-то здесь, в Никольщине, вот как раз мы находимся на месте бывшей деревни Никольщина, когда-то в 20-е годы, это известно точно, об этом написано в книге, была изба-читальня. И даже известна фамилия человека, который там работал. Люди, которые работали в избе-читальне, назывались избачи. Так вот, избачу, тогда у Никольщине был в 20-е годы, человек по фамилии Персидский. Ну, к сожалению, больше мы ничего не знаем. Но зато мы знаем, что избы-читальня, которые появились еще в конце 19-го века, в 20-е годы, были очень важной частью нашей жизни. Потому что вот в таких вот местностях, как наши, вот в селах, они играли роль, наверное, главных культурных очагов. И огромная их роль в борьбе с неграмотностью. И вот ликбиз, ликвидация безграмотности, она как раз вот и организовывалась в таких избах-читальнях. Сегодня здесь можно будет научиться танцевать тем танцам, которые танцевали бабушки и дедушки, а может быть, мамы и папы. И благодарим преподавателя Татьяну Салагаеву за такую возможность научиться танцевать. Мы сегодня начался уже такой библионочь или библиовечер, начался танцевальным флешмобом. И все, кто сегодня вот в центральной части проходил по городу, мог увидеть молодых людей, танцующих очень задорно, энергично и призывающих всех в библиотеку. Таким образом, придя в любую библиотеку города, вы станете участником какого-то замечательного события. События удивительного и уникального. И у вас будет возможность с гордостью и важностью потом заявить «Я был участником библионочи».